Привет! Здравствуйте! 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 Саш, ты как всегда творишь совершенно невозможное. Что сегодня? Ну как, что сегодня? Сегодня конференция точки роста СКФО. Ключевым в этой работе является вот этот форум. Мы его в последние годы называем конференцией, посвященной крупнейшим компаниям СКФО, который проходит. Этот был в одиннадцатый год. Чувство восхищения, как в детстве. Да, вот что-то такое вот интересное, перспективное, пока непонятное. Ну... Друзья, вы на моем канале Бегак ТВ. И не забудьте подписаться, поставить лайк. А сегодня очень серьезное мероприятие. И я просто еду по городу, как обычно, на него. 15 октября состоялась конференция крупнейших компаний СКФО. Она организована как публичная площадка для согласования стратегий региона и бизнеса на базе целей устойчивого развития. Одиннадцатая конференция крупнейших компаний округа устойчивое развитие СКФО «Точка роста» собрала ведущих региональных и федеральных экспертов. И участниками стали представители региональной и муниципальной власти. Представь себе, как тебя зовут? Багасан Каран Аркадьевич. Ну, взял бы в прокат, поставил такой вот, для взрослых только он дал бы. Да, только разбили. Не, ну не летать по земле хотя бы. В конгресс отеля «Интурист», одном из лучших деловых центров в Петегорске, региональный аналитический центр «Эксперт-Юг» провел одиннадцатую конференцию крупнейших компаний СКФО. Топ-менеджеры малых, средних и крупных предприятий СКФО, представители финансового сектора, бизнес-организаций, экспертного сообщества, инноваторы и представители администрации и полномочного представителя президента Российской Федерации. Конференция организована как публичная площадка для согласования стратегии региона и бизнеса на базе целей устойчивого развития. Участники обсудили точки роста в экономике округа, а также то, как меняется инвестиционный портфель регионов и восприятие его инвесторов. Также аналитический центр в 2021 году провел исследование о вовлеченности южно-российского бизнеса в реализацию целей устойчивого развития ООН и ежегодного исследования крупного бизнеса СКФО. Итоги исследований были представлены на конференции. Полную трансляцию конференции вы можете посмотреть на моем канале в плейлисте встречи, вебинары, выступления. Она будет называться «Одиннадцатая конференция крупнейших компаний СКФО». И можете также перейти по ссылке в описании. Ах, мероприятие! Я очень рада! Ну как вам? Отлично! Что ты знаешь об этом мероприятии? Да, я знаю о том, что невозможно развить никакого регионов без новых, тем более не простых, а не отлично. Вот, вот, и вы знаете об этом. И таких, которым может прикоснуться каждый человек. Не в таком глобальном масштабе производства, а так, чтобы каждый мог сесть и поехать. Это делает жизнекомфортной, легкой. И интересней. Да. Всем пока. Спасибо. Пятигорске. Будем говорить об устойчивом развитии региона? Ну, не мы будем говорить. Будем говорить спикеры. А мы расскажем, может быть, расскажем о том, как мы хотим построить большой завод по производству беголетов в СКФО, потому что есть интерес у инвесторов. Идея гениальная, на мой взгляд. Потому что беголеты делают жизнь просто лучше, легче, комфортнее, экологичнее. Да, еще место такое знаковое. Это гостиница Интурист. Здесь очень хороший конгресс-центр на самом деле. И очень замечательный, хороший персонал. Ну, я знаю, что значимые события всегда здесь проходят. Да, в основном. Причем рядом с полпредством, рядом с администрацией. Всем легко и быстро добежать. Очень удобное место. Поэтому, что мы делаем? Подписываемся, ставим вот такие лайки. Вот такие. Вот такие. И будет... Эксперт Юг работает как региональный независимый аналитический центр, который все-таки погружается в реалии региональной экономики, экономики Северного Кавказа в частности. У нас такая функция двоякая. С одной стороны, формировать общую картину. Например, что происходит с крупным бизнесом. Что происходит с инвестициями. И в то же время приводить какие-то тренды. То есть, объединять вокруг себя такое прогрессивное деловое сообщество. И вот ключевым в этой работе является вот этот форум, который... Ну, мы его в последние годы называем конференцией. На Северном Кавказе не очень много конференций, которые проводятся регулярно для делового сообщества. Наша конференция, посвященная крупнейшим компаниям СКФО, проходит... Вот этот был одиннадцатый год. И мы, конечно, очень довольны тем просто, что здесь есть прослойка такого прогрессивного бизнеса, который заинтересован в публичных дискуссиях, в живом обсуждении реальных стратегических проблем развития экономики региона. В этом смысле все удалось. Мы, конечно, хотели бы продолжать. Мы хотели бы, что называется, увеличивать партнерскую среду, которая заинтересована в живой аналитике, которая заинтересована в увеличении, в конечном счете, деловой активности в регионе. И, в частности, это эксперт, который очень хорошо представляет данных по месту. Приятно было присутствовать на этом мероприятии. Надо сказать, что оно, наверное, действительно жизненное, поскольку одиннадцатый год подряд проводится такая конференция. И она позволяет представителям крупного бизнеса, а в последнее время уже среднего и малого бизнеса, наладить диалог между собой, с органами власти, которые тоже здесь присутствуют, с представителями экспертного сообщества, с представителями просто с предпринимателями, с энтузиастами, как, например, которыми являетесь вы. Я думаю, что это полезное мероприятие. Таких надо побольше. Я думаю, что все пройдет, в том числе и пандемия. И мы наладим прямой контакт между собой, между различными структурами, между малым, средним, крупным бизнесом, между промышленниками, предпринимателями, агропромышленным комплексом. Потому что агропромышленный комплекс без техники в настоящее время не поднять. То же самое животноводство, оно развивается тоже. Уже, наверное, люди не смогут просто такое количество скота обслужить, обкормить. И без технического прогресса, наверное, и агропромышленный комплекс наш активно и динамично развиваться не сможет. Ну и то, что касается вас, я думаю, что ваши бегалеты тоже сыграют какую-то определенную роль в этом процессе. Спасибо. Я знаю этого человека уже много лет. Отслеживаю, пусть даже где-то очно, где-то заочно, его изобретательский путь, его предпринимательский путь. И с каждым годом я вижу, как некая мечта вдруг материализуется в металле, в пластике, становится явью. И вот сегодня я этот замечательный бегалет увидел вживую. Ну и, честно сказать, такое чувство восхищения, как в детстве. Что-то такое интересное, перспективное, пока непонятное. Но уже видно, что он летает, он ездит. И я хочу пожелать автору этого изобретения тиражировать его и стать предпринимателем, как Форд. Чтобы мы ездили на бегалетах, летали на бегалетах. Ну, в общем, классная вещь. Призывая реформировать существующую ситуацию, он и должен быть идея на бегалетах, чтобы увеличить. Этот форум проводит журнал «Эксперт-Юг», форум крупнейших предприятий Северокавказского федерального округа. Обычно это мероприятие шире, чем то название, которое вынесено в титул его. Это уникальное мероприятие, где собираются и представители бизнеса, и представители власти, и представители экспертного сообщества. Здесь можно действительно поучаствовать в дискуссии по поводу стратегии развития общества, пообщаться с людьми, которые живут не одним днем, а хотят смотреть на 5, 10 и более лет вперед. Сегодня прошло значимое мероприятие. Мы говорили об устойчивом развитии, и мне, как человеку, который представляет интересы бизнеса, очень важно, что сегодня были обозначены основные направления развития. Это идет на фоне общей тенденции развития, и буквально мы недавно проводили форум «Северный Кавказ», который говорил о креативном развитии. То есть все складывается в свою нишу, и я думаю, что это мероприятие станет очередной цепочкой, таким шагом для достижения тех целей, которые мы перед собой ставим. Особенно важно то, что должны работать такие институты, как торгово-промышленная палата, «Опора», «Деловая Россия», «Конгресс деловых кругов». Все эти предприятия сегодня присутствовали на данном мероприятии, и каждый из нас сделал себе отметку, что нам предстоит сделать для того, чтобы шло общее экономическое развитие. Владимир Строй, я представляю компанию «Югроспром». Это крупнейший переработчик на территории Ставропольского края. Мы сейчас завершаем проект по логистическому центру, и это будет один тоже из крупнейших проектов в регионе, который даст возможность более широко представлять интересы мясопроизводителей и переработчиков в регионе. Я надеюсь, что это огромный потенциал даст и росту региона, и экономики в целом. Сам производственный комплекс находится на территории Новоалександровского района, в городе Новоалександровске. Я как раз таки смотрю на эту технику и думаю, что здорово, да, экологически чистый транспорт иметь, да, и как раз таки не засорять окружающую среду. Это уникальная вещь, я надеюсь, что руководство оценит ваш вклад в это. Мы должны быть идеей на одну, направленную на то, чтобы увеличить... Очень интересные мероприятия, и тренды, которые заданы приоритетно-правленные, тоже достаточно актуальны как для фиографии, как и для всей страны. Я бы хотела пожелать участникам этого мероприятия, во-первых, успехов, новых начинаний, сотрудничества со специалистами национальной и технологической инициатив, потому что они впереди планеты всей, это пионеры нашей страны. Хотела бы пожелать еще и новых технологий, внедрения новых элементов в разных-разных сферах, в сельском хозяйстве, в промышленности, в креативной индустрии во многих сферах. Конечно же, хотел бы пожелать больших успехов Александру Бегаркову. Вы на сцену проходили очень много. Инженер по образованию, у меня есть своя компания новая, абсолютно, я проработал с УКОМ, и этот комментарий как раз с УКОМ, я проработал, я понял, что... Это региональная компания? Я ее создал в Пятигорске, мне помогают сейчас друзья, которые являются профессионалами, академиками, учеными, молодые ребята приходят с ближайших городов, даже приезжают. И суть какая, все идеи, глава, создать машину, самолет на базе платформы «Эгалют». «Эгалют» — это такая, витричь себя, что бы я на ней ездил по городу, вот вы видите, посмотрите, я приехал сюда, я не могу, как всегда. Помогает нам господопрессор, на контроле держит всю историю. Причем очень серьезный подход был сделан, и в течение года этого мы поднялись очень высоко. Министерство промышленности и торговли пригласило нас на Международный инвестиционный космический салон, мы стали трендом с моим изобретением. И после этого Минобор, правительство Москвы, и я обратно сюда вернулся, и мы набрали уже небольшой полк инвесторов потенциальных, с которыми прорабатываем эту историю. У нас строительство завода, но самая главная кооперация, именно при точке роста, она необходима. Первое, мы понимаем, кто у нас в производстве покупатель, потребитель. Ну, например, любой из ваших предприятий, с вашими огромными объемами, может купить себе по такому аппарату, не тратить деньги на бензин десятилетиями, да, там, менять его батарейки. Второй момент. Производители, например, Дагестан, Чеченская республика, Кабардио-Балкария обладают нужными материалами, изделиями савропорский край. Соответственно, я хотел вам просто сказать, ребят, друзья, умейте мечтать, я предпочитаю мечты в металле. И моя команда на цель нас в течение 10 лет добиться следующего. Бегалеты, беспилотное аэротокси городского масштаба, она уже есть, продать летает, и, естественно, сельское хозяйство, потому что мы в этом крае, и завершая цель полетом в космос, на космической яхте селены. Она разработана. А вот главный рынок, опыт ответить на вопрос. У вас сейчас главный вызов, это все-таки войти на рынок, чтобы пошли продажи, или главный вызов освоить серийное производство? Главный вызов – рынок, продажи, серийное производство. Спасибо, коллеги. Можете сфотографировать и посидеть в Бегалете? Мы работаем на территории всей России, поэтому можем предлагать ваш Бегалет и в Красноярске, и в Хабаровске, во Владивостоке, где необходимо будет Санкт-Петербург и далее, и Калининград. И будет интересней, и что-нибудь веселое, давай, смешное, что-нибудь придумаем. Снимай. Я знаю только анекдот про два помидора. Давай. Давай анекдот про два помидора. Сидят в холодильнике два помидора. Один говорит – холодно, а второй говорит – а, горячий помидор. Это мне сына. Ну, видите, у нас все, как всегда, позитивно, и я надеюсь, что вы будете смотреть наш канал. Мы будем периодически с Яной выходить в эфир и рассказывать про наши гостеприимные города. И возможности. Возможности. А если будете долго смотреть, то под Новый год вас всех ждет большой сюрприз. И даже подарки, да? Обязательно. Новогодние. Обязательно. Но с Нижимой без подарок невозможно. Ну да, поэтому смотрим. Или что, пожелай что-нибудь? Или слушаем. В общем, делайте, что хотите, люди. Главное, получайте удовольствие. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»